Как делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Дракатя, огнедыщащая. Так, я сейчас не поняла, это плохо или хорошо, я чё типа дерусь, драк, драка, от слова драть, драть. И сегодня мы находимся там, где в небе летают птицы, которые размером больше, чем самолёты. Мы находимся там, где эти самые птицы в любую секунду могут из тебя сделать горящий шашлычок на палочке. Мы находимся там, где обитают самые ужасные, опасные и сильные существа на этой планете. Даже сильнее, чем Мистер Крэйпер. И даже чем Херабрин. И даже чем Херабрин. Херабрин. А, ну я знаю, где мы находимся, тут даже священные морковки мне не помогут, потому что мы в Нижневартовске... У меня там лучше друг детства живёт, мы прям вот с самого детства с ним вместе. Он на лыжах любил кататься ещё, а ещё там есть шашлычные у Армена. Наверное, ты про эти шашлыки имел в виду, да? Подожди, то есть в Нижневартовске птицы больше, чем самолёты, и эти птицы могут тебя сожрать? Это факт. Это неоспоримый факт в Нижневартовске, все докажут. Там что, голуби-мутанты обитают? Ну и утки тоже, и вот голуби тоже бывают, да? Господи, помилуй, в каждой серии какая-то дичь. Ребят, кто живёт в Нижневартовске, сваливайте оттуда, то... Если вас голуби там жирают каждый день, я вот это сочувствую. Кто живёт в Нижневартовске, знайте, у вас самые лучшие шашлычные в городе. Да-да. А что ты делаешь? Ну я не знаю, вдруг бог Майнкрафта любит морковки. Он сейчас их спустится, возьмёт и расскажет, в чём тут дело. Я заберу твои морковки. Мне кажется, морковки все любят на этой планете. Спасибо большое. Пошли, давай отсюда. Надо найти деревню, как обычно. Вот в этой серии, в самом начале, нам почему-то не повезло. Мы не нашли деревню. А здесь уже пахнет каким-то небольшим апокалипсисом. П-п-п-папокалипсисом. Не знаю, по мне это пахнет просто жареными шашлыками. И пустыня вокруг. Короче, не успели мы зайти в Майнкрафт. Надо как-то перебраться на ту сторону. Не успели мы зайти в Майнкрафт. Бог Майнкрафта спустился с неба. И сказал, что сегодня будут голуби-переростыши. Я в жизни никогда не видел голубей-мутантов. Но мне реально интересно будет на них посмотреть. Не знаю, как насчет голубей-переростышей. Но мне кажется, тут птицы точно какие-то будут. Не зря же все это. Ну, как бы, в Майнкрафте, в принципе, птиц нет. Поэтому это странно, то, что нам Бог Майнкрафт сказал. То, что сегодня мы с тобой вот этих птиц увидим. Ну, ладно. Я на самом деле не против увидеть птиц. Мне кажется, что они должны выглядеть прикольно. Ой. Мама. Я не... Что это? Если это остатки голубя-переростыша, то нам лучше, Катя, с тобой к чертовой бабушке удалить Майнкрафт прямо сейчас. Ты где вообще? Ты уже... Да подожди, подожди, подожди. Это паук. Смотри. Если так смотреть, это его лапки. Извини. А это... Ты дура? Какой паук? У него крылья. Катя. Похоже на паука. Ну, слушай, нам нечего бояться. Останки... Останки по-любому здесь давно лежат. Это же останки. Им, наверное, миллионы лет. И что? Ну, подумаешь. Ну, лежат. Ну, и что? Кошмар. Кошмар, как бы... Ну, это точно не паук, согласись. Ну, вот с этой стороны уже не похож на паука. Это с той стороны он тоже на паука не был похож. Ой, Кать, мне кажется, вот эта шаурма в Нижневартовске, она была просроченная. И тебя сейчас просто вот это контузит не по-детски. Да нормально. С попки, говорю, похож на паука. Не похож он на паука. Подожди. Ты просто вдумайся на секунду. Кать, это остатки дракона, не паука. Крокодила, я все поняла. Пойдем мы лучше отсюда. Ты точно дура. Извини-ка, я тебя уважаю, но ты иногда дичь какую-то несешь, честное слово. Это любя. Любя, дура. Дурочка, любя. Все, хватит, успокойся, пожалуйста. Что ты сказала? Это любя. Да как насюда занесло-то? Что-то в этой серии ни одной деревни до сих пор не было. А мы уже даже в зимний бьем как-то забрели с тобой. Мы уже три дня бежим, если честно. Три дня, три ночи. Кать, часто тебе скажу, это какое-то затишье перед бурей. То мы сначала голубя нашли мертва, вот этого паука. То мы не можем... Крокодила. Крокодила. То мы уже не можем с тобой примерно минут 10, даже 20 найти деревню какую-то хотя бы. Стой, стой, смотри, смотри там вдалеке. Штаны, смотри, штаны вдалеке. Подожди, подожди, вдалеке, вот если посмотреть... Ты дурак, ты... Я сейчас пропускаю, чтобы ты, Катя, сзади подкрался. Ты мимо Кати проходишь, и на меня идешь, еще и меня взрываешь. Ты конченый, извините, конечно. Да там штаны сзади, вон, видишь, вдалеке штаны прям висят. Как ты не поймешь. Тебя просто после шаурмы что-то... Какие штаны? Это все Нижневартовская шаурма, простите. Ого. Оооо, да ладно, броня, чурмая, чурмая. Ооо, Кать! Шаурма точно была лишняя. Ты видишь вообще что здесь? Подожди. Это мое. Я, я, хорошо, это твое, подожди, это... Ну, было твое, стало, конечно, мое, да, получается? Ну, ладно, я вторую себе возьму, хорошо. Там еще и вторая! Ага, нифига, да? Подожди. Алмазная броня на защиту от взрывов, на обычную защиту 2, на защиту от огня 3 и алмазная броня на защиту 3! Подожди, подожди, давай посмотрим, что у меня. Я просто не умею брать броню пока еще нормально. Так, смотрим. Ботинки, защита 3, алмазный шлем огнеупорный 3. Подожди, у тебя почти точно такой же, как у меня. Подожди, подожди. Тут еще и сундуки есть. Так, здесь три железа. Здесь кости. Здесь... Железо, кости. Кости. Здесь плотный лед и какие-то манускрипты. Железо. Чё ты железо-то не собираешь? Кать, когда оно валяется-то просто так. Серебряные ботинки? Это вообще что? Подожди, а это что такое? Это... Кать, это... Это серебро. Кать, это деньги. Просто валяются деньги. Как ты догадался? Подожди, я ничего не понимаю, что происходит в этой проклятой серии. Где мы вообще? Не-не-не-не-не-не-не-не. Если тут стоит такая сильная броня, значит она для чего-то нужна. Значит кто-то ее здесь надевает и кто-то в ней борется. Значит мы просто сейчас скоммунистили чьи-то две чужие брони. А давай мы наденем эти брони на всякий случай. Фиг его знает, что нас ожидает буквально за горой, за поворотом. Мы вернем, мы честное слово вернем. Вот мы деньги у вас тоже забираем, но мы вернем. Мы деньги у вас тоже, да, украдем, но может быть мы когда-то... Извините, если это кто-то из комментариев, чьи вот эти деньги мы сейчас коммуниздим. Мы все вернем, все поставим на место, обещаем обещание, да. Так, забираем монеточки, забираем, мама ли, что пригодится, может быть в этой жизни все. Слушай, вот это плохо, конечно, то что они серебряные, ты прикинь, если бы они золотыми были, а? Ну да, но может быть здесь валюта такая в этой деревне, я не знаю. Ну, кстати, тоже верно, да. Угу. Так, ну что, пойдем? Что за звуки? Давай, ты просто не будешь оборачиваться. Пошли за мной. Стой. Стой. Я видела хвост, хвост просто спрятался, просто взял и спрятался. Это голубь, голубь, просто зимний, зимний голубь. Это шаурма, скажи, что это шаурма. Паук, это был паук. Нет, я слышу звуки. Это голубь кричит, кушать хочет. Пошли. Я пошла, проверю. Ты тут кач! Какой ты па... Паук, я пошусь с него, я не пойду проверять. Не надо, не надо, пошли. Ладно, все, просто пройдем мимо и все. Это же не его были дары, да, верно? Да. Нет. Подожди, голуби же не носят броньки алмазные, логично. Нет, не носят броньки. Подумаешь, может быть какой-то... Да ладно, все, я промолчу. Да, не важно, да, просто молчи, да, пошли. Надо деревню найти в коем-то веке, наконец-то, и спрятаться где-то, пожалуйста, хорошо. О, иглу. И ты хочешь в иглу спрятаться? Но мне все равно. Ой-ой-ой-ой-ой, а что я сломала? Зайди в иглу, зайди в иглу и посмотри, есть ли там спуск вниз. А нет, там нет спуска вниз. Тут я все затопила водой, но тут есть верстак, печка, кровать. Пошли, пошли отсюда, как можно дальше, пожалуйста, я тебя умоляю, хватит останавливаться на каждом повороте, пошли за мной. Хорошо, сейчас только сломаю все, тут и выберусь. Матерь божья, это самый ужасный голубь, которого я когда-то видел, Катя. Ой, какой хороший день. Пошли, пошли отсюда к чертовой бабушке. Да ладно, это просто галлюцинации, все нормально. Шаурма точно просроченной была. Ты что стоишь, ты что, кушать не хочешь что-ли в этой жизни? Кать, мы наконец-то деревню нашли, какие кушать? А что, реально что ли? И она ледяная, походу, я никогда не видел какую-то ледяную деревню. И там по-любому нету никакого мяса, по-любому одна рыба сырая. Пошли, у меня еще вот эти яблочки есть, на яблочках проживем. Ага, вегетарианцы, мы такие с тобой, ага. Пошли, 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 пошли. Может нас в этой деревне кто-то укроет от этих странных голубей, и больше этих голубя никогда к нам не вернутся, пожалуйста. Смотри сразу по домам, возможно там будет что-то полезное. А тебе не кажется, что эти жители деревни могут с нас эту броньку стащить? Ты смотри, они с копьями стоят! Кто? Жители! Ребят, не надо, мы с добром пришли просто обворовать ваши сундучки, забрать лук из драконьей кости и стрелы. Лук из кого? Из драконьей кости, ну они наверное тут такие-то, эскимосы живут там, древние поверья верят и все такое. А ну выстрели, выстрели, выстрели куда-то. Вот просто сынку попади, которая там на доме заспавнилась, вот там. Ого, так, щас. Ага, попала, конечно. Может ты мне этот лук отдашь, стрелять ты точно не умеешь. Может быть нет? Мне еще надо выше чуть-чуть, еще чуть-чуть повыше и... Ты попала! Да, я попала, это я, я просто с пятого класса стреляю. Это, конечно, все очень круто, да, то, что у тебя есть лук из голубиной кости. Но, а мне-то чё? Я буду с этим алмазным мечом до сих пор бегать. Ты думаешь, если голуби на нас нападут, мы их сможем убить? Я очень сильно в этом кольцомливаюсь. Ну, поищи, поищи еще чего-нибудь. Че у нас тут, еще сундучок есть. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Слушай, они тут, походу, вообще ударились в Этнос какой-то. Верят в драконов, которых не существовало. Че-то странное. Кать, посмотри на этот меч огромнейший. Нифига. Вот и думаешь, у меня... КАТЬ! Что на меня? Иии, польский единорог, ты че? Кать, меня засосало, меня просто засосало куда-то в блоки. Я вылезти не могу, вали отсюда, чекай к чертовой бабушке. Я убежала, давай. Куда ты убил? Влез, влез! Я в лесу, давай, у меня три сердечка осталось. Кушай, кушай, кушай. Кушай золотые яблоки, золотые яблоки, золотые яблоки моментально. Да, 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 всё, я съела. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ко мне, иди, че, стоишь на месте. Тихо, ты подожди, у меня шок, ушки затряслись, подожди, сейчас. Кто у тебя? Макушки затряслись, ушки? ушки на макушке там дракон пошли отсюда чертовой бабушкину нафиг просто я отсюда ты видела как на нас голубь этот напал или все это все же не голубь и дракон ты же не на нас идешь да ты же не на нас идешь да все 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 выжил 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 я бы а как мы отсюда сейчас выберемся мы застряли с тобой вот один факел ставь последний факел в этой жизни они вторую все они два факела ставь второй факел в этой жизни последний второй странные нынче голуби пошли кать я не хочу вылезать подожди на мы можем прокопаться чуть-чуть и вылезти где ты у нас уже потеряет из виды наверное так это сделать пошли 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 давай простраивайся за мной прокапывайся я сейчас так обгогундилась слушай мне что-то нечет кажется он как будто чувствует то что мы где-то сейчас вылезет может мы не будем лазить что ты хочешь до конца жизни вот под землей прожить мы чё с тобой гномы какие-то эльфы дворфы гоблины тихо спокойно у меня есть еще два золотых яблок из прошлых серий да дай одно пожалуйста поделись если что если что сразу кушай пожалуйста держи держи ты понимаешь что полностью зачарованная бронь к нам с тобой нифига не помогает к это скорее всего они разозлились потому что ты меч забрал и мы кстати да мы броньку забрали и меч забрали так дракона здесь нет еще и ночь ладно я тебя понял буду жить значит под землей пока хотя бы мы тут переночуем ближайшие восемь дней потом вылезем все спокойной ночи ядреный пень он никуда не ушел он прям над нами я слышу его вот прям вот там мы с тобой прокопали небольшой такой тоннель я тебе предлагаю нафиг отсюда выбраться а там уже чуть-чуть у будет то давай сделаем так если все же у нас заметит если он все же на нас нападет мы с ним сразимся так подожди подожди я подготовлю лук стрелы и сразу золотое яблоко и меч алмазный чтобы все под рукой говорят давай 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 пошли пошли к чему с тобой реально сыкуем как два секунда как бы да мы никогда в жизни драконов не убивали но зато ты будешь у нас давай 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 стрелай под водой подожди кушай кушай это яблоко кушай это яблоко собака ты такая сильная я его убиваю давай давай я отвлекаю по ходу его внимание да чтобы чтобы он меня убивал а ты потом сзади стреляй на него я не знаю я стреляю сейчас огнем может пульнуть прыгай в воду он в воде тебя не сможет убить он в воде не сможет убить потому что ты тушишься моментально а ну зато он тебе попу копчику один раз тухнет и все до свидания кстати я я его могу замораживать у меня в зубы взял зубы тебе взял да отомди на воде бери нафиг оттуда я его бью стрелами тихо бью стрелами тихо на собака он прямо передо мной котосик получил достижение дракона борься катя крафт убила дракона как ты убила дракона ну конечно не без моей помощи но ты завалила дальневосточного сахалинского вы нижневартовского зеленого дракона так и так и скажем катя крафт убийца драконов я не верю я что герой этой деревне вот это голубь не то что у нас новосибирске с тобой это паук проходил тогда уже как ты сказала все мы убили дракона я убила дракона точнее я я я ему пол жизни снес пока ты там садись что ты штаны проветривала легенды а нас и она сочинят легенды потому что мой вот этот нереальный ледовый меч я как бы ему половину жизни снес понимаешь нет я убила дракона мы убили дракона с тобой мы понимаешь мы а давай мы просто свалим куда то если мы с тобой такие дракона убийцы найдем сейчас еще одного дракона и тогда я его уже убью я как бы тоже хочу ачивку получить давай вот прям чтобы где-нибудь вон там сейчас дракон был и тебе попку надрал ну давай давай так 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 так